Здравствуйте, уважаемые зрители! 1 сентября Ульяновский драматический театр имени Ивана Александровича Гончарова открывает сезон. Что нового ждет зрителей в 238-м театральном сезоне, расскажет заведующая литературно-драматической частью театра Кира Вострова. Здравствуйте, Кира! Здравствуйте, Ирина! Ульяновский драмтеатр в день открытия на основной сцене покажет спектакль «Космос». И, наверное, это не случайно. Конечно, не случайно. Спектакль «Космос» — это один из, так скажем, просто хитов нашей сцены. Зрители его очень любят. Это очень такая трогательная, человечная, ностальгическая история о поколении нынешних 40-летних, 50-летних, которые пережили 90-е в России со всем разнообразием впечатлений, как позитивных, так и негативных. И сегодня это такой очень человечный взгляд на историю этого поколения. А спектакль не просто пользуется успехом у нашего зрителя, мы не только получаем очень много отзывов в адрес исполнителей, в адрес режиссера Владимира Золотаря от зрителей положительных, но и за пределами нашего региона. Прошлый сезон мы закончили большими гастролями в Астрахани, где «Космос» собрал аншлаг, была овация, был полный успех. Поэтому, конечно, мы хотим начать с яркого названия, с названия знакового «Космос подходит лучше всех». И, ну, кроме того, пусть это будет прологом к космическому сезону. У нас очень много творческих планов на этот год и на первую половину следующего сезона будет длиться до мая-июня. Я сейчас с вами ими поделюсь. А кто исполняет главную роль? Вот напомните еще, да? Главную роль играет Дарья Далматова. Замечательный сценический образ. Она раскрылась по-новому в этом образе, в этой роли. И, ну, заслуженно получает комплименты и от зрителей, и от профессионального сообщества, от коллег. Кроме того, там заняты у нас и мастера сцены, и молодежь. Мастера сцены Виктор Юйчукин, Людмила Степана Даньшина. Все наши молодые звезды. И в том числе Борис Андронов, сын Ольги Новицкой, который исполняет замечательную роль. Очень органичен, очень сценичен, прекрасно выглядит на сцене. То есть это такой на несколько поколений спектакль. И интереснее, я думаю, он будет тоже не одному поколению 40-50-летних, о котором я сказала, и молодым. Потому что история современная, история современного драматурга и поколению старшему. Потому что все-таки работы актерские основаны на классической школе театральной. В сентябре будут еще премьеры. Вот расскажите о них. 1 сентября мы открываем сезон космосом, а уже 2 сентября первая премьера в репертуаре малой сцены. Это спектакль «Селфи со склерозом». Забавное название, запоминающееся. Это лирическая комедия о такой немножко наивной, немножко трогательной, очень романтичной героине, которая вспоминает любовь всей своей жизни. Исполняет эту роль народная артистка России Зоя Михайловна Самсонова. А с ней вместе на сцену выходят еще два наших мастера, любимых зрителями. Это Виктор Чукин, заслуженный артист России, и заслуженный работник культуры Ульяновской области Алексей Вольный. Я думаю, это трио «Покорит». Храпсков, да. Ну, сценический псевдоним, поясню, да. Сценический псевдоним Алексей Вольный. Алексей Храпсков – его официальное имя, но тем не менее мы предпочитаем называть его так, как он сам хотел бы, чтобы его называли. Это трио не оставит вас равнодушными. Забавный факт. Когда открылись продажи в театральной кассе, это было начало августа, первый билет был куплен на селфи со склерозом. Здорово. И сейчас на премьерной показы, наверное, проданы полные залы, какие-то небольшое количество мест осталось, но в сентябре их будет достаточно много, и я думаю, многие смогут увидеть и получить удовольствие. Кстати, Зоя Михайловна, которая исполняет главную роль, в августе ее наградили государственной наградой. Вот об этом еще можете сказать. Да, это был большой праздник. На самом деле история тоже интересная. Когда мы выходим из летнего отпуска, все артисты отдыхают примерно в одно и то же время, мы выходим все единовременно и начинаем сезон. И вот перед началом сезона обычно организуется сбор труппы. Мы обмениваемся планами, какими-то впечатлениями, своими новостями. Сбор труппы прошел, и уже после этого, 17 августа, пришла новость о том, что Зоя Михайловна Самсонова стала кавалером Ордена Дружбы Российской Федерации. Президент России подписал этот указ 17-го. И мы собрали еще один сбор труппы, чтобы всем вместе почествовать, потому что это награда ее, абсолютно ее, это ее заслуги. Заслуги в педагогике, заслуги на театральной сцене, заслуги в общественной деятельности. Зоя Михайловна все-таки и мастер сцены, и видный общественный деятель, преподаватель. Но в том числе это радость, праздник и по-своему заслуга каждого артиста нашей труппы. Мы все переживаем это как собственный праздник, как собственную удачу и разделяем Зою Михайловну и ее триумф. Естественно, мы вернемся к этой радости, потому что поздравление в кругу коллег – это одна история, а 1 сентября, 2 сентября мы будем чествовать мастера на церемонии открытия сезона и на премьере, на первой премьере сезона, которая тоже будет посвящена Зое Михайловне. Если немножко вернуться к открытию сезона, я не сказала об этом, но оно будет необычным, потому что предварит его торжественная церемония открытия. Я уже говорила, что спектакль «Космос» – это в какой-то степени такая ностальгия по тем годам, и открытие тоже будет в таких несколько ностальгичных тонах. Оно будет театрализованное, яркое, интересное. Мы приглашаем всех, а после спектакля «Космос» в этот же вечер состоится творческая встреча с артистами-исполнителями ролей в спектакле. Можно будет живую с ними пообщаться, попросить автограф, сфотографироваться, узнать о том, какие у них, может быть, планы творческие на сезон, задать вопросы интересующиеся, то есть живой контакт со зрителем. Приглашаем всех. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям и поздравляем Зою Михайловну Самсонову, народную артистку России, с такой большой, высокой наградой. И желаем ей крепкого здоровья, успехов творческих на долгие-долгие годы. Мы вас любим. И вот я еще хотела уточнить, вот «Селосфия со склерозом» в постановке режиссера Владимира... Казанжана. Да, Семенович Казанжана. Это Дмитрий Травградский режиссер, да? Да, Владимир Степанович Казанжан, заслуженный работник культуры России, неоднократно ставил на нашей сцене, неоднократно приезжал к нам с собственным коллективом, постоянно принимает участие в фестивале театров Ульяновской области «Лицидей» на его показах. Всегда полные залы, потому что у этого режиссера есть свой особый почерк. Он рассказывает человечные истории о простых людях, умеет найти какой-то такой интересный ракурс. И «Селосфия со склерозом», я думаю, будет подтверждением этой сентенции. Мы все погрузимся вот в эту атмосферу любви, внимания к человеку. Но он остался в подиуме, он бесменный руководитель. Да, конечно, но мы ему всегда рады и на нашей сцене, поэтому с удовольствием сотрудничали с ним. Вот и ждем премьеры. С 5 сентября в Ульяновском драматическом театре начинается показ золотомасочных спектаклей. Вот кто к нам приезжает и что увидят зрители? Золотая маска в Ульяновске – это уже хорошая традиция. Традиции, которую ждут. Это фестиваль, который собирает аншлаговые залы. В принципе, к открытию сезона зрители успевают соскучиться и раскупают билеты, как только открываются кассы последнего перерыва. Золотая маска, естественно, одно из ярчайших событий начала сезона. И в этом году к нам приедут два коллектива, покажут они четыре спектакля в общей сложности. Третий раз приезжает в наш город Московский академический театр имени Владимира Маяковского. Они откроют 5-го числа фестиваль спектаклем «Старший сын» по Вампилову. Где роль Сарафанова центральную, по сути, исполнит Игорь Михайлович… Игорь Матвеевич Костолевский. Оговорилась. Да, очень приятно, что он будет первым. Исполнит Игорь Матвеевич Костолевский. Он президент премии фестиваля «Золотая маска», поэтому он будет общаться и с прессой, и со зрителями со сцены в спектакле, когда он будет играть роль. Замечательный спектакль. А второй показ состоится 7 сентября. Это будет второй спектакль в исполнении артистов театра Маяковского. «Школа жен Мольеры». Тоже комедия. Здесь зрители наверняка тоже ждут встречи с мастером сцены, с широко известным артистом, народным артистом России, Александром Лобоцким. Вам придется все-таки резать. Александр Лобоцкий у меня застряло. Илья Анатолий. Александр Анатольевич, по-моему. Я скажу. И в спектакле «Школа жен» зрители ждет встречи с долгожданным мастером сцены, которого они наверняка знают и любят. С Лобоцким, народный артист России. Он исполнит роль Арнольфа. Ну и кроме того, поскольку мы уже третий раз встречаем на нашей сцене театр Маяковского, вся труппа, можно перечислять всех участников спектаклей этих двух, потому что встречи с труппой ждут. И билеты раскуплены практически полностью. Осталось какое-то очень большое количество билетов. Может быть, кто-то не сможет прийти и сдаст билет в кассу. Ну то есть сейчас в кассе горячая пора. А завершит фестиваль «Золотая маска» в Ульяновске. Театр, с которым мы раньше еще не встречались в программе «Золотой маски». Это Новосибирский академический молодежный театр «Глобус». Они привезут очень интересное название. Спектакль «Мальчики». По повести Владислава Крапивина «Та сторона, где ветер». Имя Владислава Крапивина для людей нашего поколения, чуть старше. Это такая известная история. На его книгах росли. Его книги были настольными. Он был очень популярным советским писателем. Писал для молодежи, для подростков. О мужании, о взрослении. И вот история «Мальчики» как раз об этом. У него очень яркий социальный посыл. О том, как молодой человек находит себя в этой жизни, в трудностях этой жизни. И мне кажется, это было бы интересно и поколению родителей современных. Может быть, даже молодых родителей, у которых только впереди все эти проблемы, столкновения с реальностью их детей. И, собственно, нынешним подросткам. Потому что театр «Глобус» — это один из ведущих театральных коллективов страны. У них очень много наград. Той же самой «Золотой маски». Очень много номинаций, лауреатов и других престижных театральных премий России. Он в театральном профессиональном пространстве России очень известен. И встреча с ним — большая удача. Вы представляете какие-то расстояния. Благодаря «Золотой маске» мы можем увидеть уникальный театральный коллектив. Очень современный, очень актуальный, очень изобретательный, технологически сложный, так скажем. И при этом разговоры о советской классике для молодежи. Интересно, как это будет выглядеть сегодня на сцене. Я думаю, надо обязательно посетить. Тем более, что возможности есть. Гости из Новосибирска сыграют этот спектакль дважды. Они сыграют его в 12 часов дня и в 17.00 на основной сцене тоже. Всех ждем. И сами ждем с нетерпением. Еще по поводу одной премьеры. Она должна вроде как состояться осенью. Я вот хотела уточнить. По произведению Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Мы перескочили еще одну премьеру. Она очень важная. Так, так, так. На самом деле. Еще в сентябре репертуар малой сцены. Мы открыли премьерную серию. На малой сцене мы открыли спектаклем «Селфи со склерозом» 2 сентября. А 30 сентября на основной сцене будет замечательная премьера и замечательное событие. Бенефис заслуженного артиста России Михаила Петрова. Михаил Николаевич в январе отпраздновал свой юбилей. И тогда же получил, ну, что называется, такой подарок, роль в новом премьерном спектакле, в котором мы открываем сезон на основной сцене. Это спектакль по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Написал эту пьесу Василий Сигарев. И он предложил интересный ракурс разворота истории. Да, версию. Это не переписывание классики. Сюжет остается абсолютно тот же. Классическая последовательность событий. Но фокус внимания драматурга, зрителя, читателя не на Анне Каренине, а на ее мужа Алексея Каренине. Да, как он переживал. Да, как он это все переживал. Он все-таки, несмотря на то, что есть замечательные образы, созданные замечательными артистами в истории театра, очень многогранные, очень интересные, сложные, но все равно он немножко в тени своей супруги, потому что история все-таки об Анне Карениной. А здесь история Алексея Каренина, и эту роль исполнит Михаил Николаевич Петров. Тоже ждем с нетерпением, готовимся к большому празднику. Кроме того, он не единственный юбиляр, Михаил Николаевич, в этом году. В этом году 195 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого. То есть у нас такой двойной юбилей, двойное посвящение. Замечательный бенефис Михаила Петрова. 30 сентября. Да, на основной сцене. На основной сцене уже, да. Ну и по поводу детских годов Багрова внука. Осенью же состоится премьера. Да, осенью, в середине ноября. Это такое очень ответственное, очень важное событие для театра. Дело в том, что того же 17 августа, когда нам пришла новость о награде Зои Михайловны Самсоновой, буквально следующим указом, что называется, президент России, и подписал указ о присуждении грантов на постановку спектаклей и вообще на реализацию проектов общенационального значения. Мы уже получали такой грант в наш театр, спектакль «Бедная Лиза». Этот грант именной, он вручается режиссеру заявителей. И вот мы заявляли с Владимиром Александровичем Золотарем, заявляли спектакль «Детские годы Багрова внука» по Аксакову. Мы получили этот грант, и при грантовой поддержке правительства, Министерства культуры России, правительства Российской Федерации, осуществуем эту интересную затею на нашей сцене. Премьера, повторюсь, как я уже сказала, будет в ноябре. Совпало, что она будет в год юбилея первой публикации этой книги «165 лет» со дня издания книги «Детские годы Багрова внука». В свое время этот роман считался одним из лучших романов о возрастлении, о становлении молодого человека. Им вдохновлялись все мастера золотого XIX века. И, кроме того, место действия романа связано с Ульяновской областью, с Сибирско-Ульяновской землей, очень много у нас Аксаковских мест. И я думаю, это будет интересно не только прямым адресатам молодежи, но еще и молодым, в принципе, всем работникам культуры, которые интересуются криведением, интересуются историей края, литературой, потому что это будет такое яркое событие на культурном и профессиональном небосклоне нашего региона. Ждем с нетерпением. Будут ли премьеры с приглашенными режиссерами? Обязательно. Мы начали, у нас был такой немножечко пролог к сезону в августе, мы начали работу уже всерьез, работу с режиссерами над постановкой, но пока только эскизов, на режиссерской лаборатории. Традиционная история, которая ведется с 2017 года, режиссерской лаборатории Олега Галаевского, когда мы приглашаем режиссеров, иногородних, разного плана, иногда молодых, иногда опытных, зрелых. И в течение краткого срока они ставят эскизы по предложенным нами названиям или по выбранным ими самостоятельно. И в этом году режиссерская лаборатория была посвящена молодым режиссерам. В ней приняли участие три выпускника курса Олега Кудряшова в ГИТИСе. Это одна из самых авторитетных, так скажем, режиссерских мастерских в России. И ребята поставили очень интересные эскизы по маленьким трагедиям Пушкина. Три трагедии поставили Филипп Гуревич, Ярослав Жевниров и Ксения Самодурова. Это выпускники Кудряшова. И еще один эскиз поставил Владимир Александрович Золотарь. Есть большой такой интересный план постановки. И по этим четырем эскизам, когда они будут сведены, они небольшие, поскольку трагедии маленькие. Маленькие не просто физически маленькие, маленькие тексты, небольшие. Они будут объединены в одну постановку, такой, так скажем, альманах, что ли. Ну, в общем, это будет некий калаш театральный на тему маленьких трагедий в год юбилея Пушкина, который нам предстоит в 2024 году. И мы предполагаем, что вот такой интересный опыт работы над спектаклем в компании четырех режиссеров. Вот это интересно. Одного художника-постановщика, который свяжет всю эту историю в единое целое, некими мотивами, некими визуальными образами. Вот это все у нас будет на вторую половину сезона, в следующем году, предположительно, весной. Пока точнее не скажу, чтобы не обманывать ей ожидания зрителей. А в этом полугодии до Нового года к нам приедут два режиссера. Это режиссер Ирина Дремова. Она поставит спектакль опять снова советская классика Таня Арбузова. И очень известная пьеса о сильной советской женщине. В точку зрения современной молодой женщины, очень юная, Ирина Дремова, очень молодой режиссер, но уже, в принципе, состоявшаяся на профессиональной сцене, сделавшей первые очень яркие, очень хорошие шаги в профессии. Она собирает такую же молодую постановочную команду, художник, художник по свету. И это будет интересный, любопытный разворот этой истории. Премьера планируется к концу ноября. Тоже. Скоро появится на нашем сайте репертуар. Пока только сентябрь-октябрь, но ноябрь тоже скоро будет. И еще один режиссер, Артем Устинов, он тоже работал с нами когда-то на режиссерской лаборатории Лаевского, создавал эскиз с нашими ребятами. Если тогда он приехал в наш город и на нашу лабораторию как начинающий режиссер, режиссер, который только-только раскрывает свой потенциал и талант, то сейчас он уже признанный молодой мастер, у которого много высоких творческих достижений. И мы его ждем уже для сотрудничества на новом уровне. Переговоры велись до недавнего времени. Скорее всего, это будет спектакль по книге Саши Соколова «Школа для дураков». Тоже история связана с молодежью, с молодым поколением. Ждем сотрудничества, ждем идей свежих, ярких, нестандартных и, естественно, яркой премьеры. Да, интересный такой начало года у вас, сезон, вернее. Да, очень активный, очень активный. Ну, какую пьесу вы уже сказали, да? Вот какие намечаются гастроли? Гастроли наверняка будут уезжать. Гастроли тоже намечаются. Во-первых, конечно, мы планируем участие в программе «Большие гастроли». И стоит отметить, что прошлый сезон стал для нас рекордным по сотрудничеству с этой федеральной программой, с дирекцией Росконцерт, с Министерством культуры, потому что мы приняли на своей площадке и сами включились, как гастролирующий коллектив, во все доступные драматическому театру программы. Участвовали в межрегиональном обмене с Астраханью, участвовали в программе «Ведущие театры России», принимали МХАТ имени Горького на своей сцене, участвовали в международной программе, принимали гостей из Южной Осетии. Это была заключительная серия показов спектаклей, очень интересных, очень ярких, в июне этого года. И, естественно, мы планируем, сейчас ведутся переговоры о направлении. Я думаю, это будет большой такой красивый, яркий выезд. А из тех гастролей, которые предстоят в ближайшее время, нас пригласили со спектаклем «Космос». Я не зря говорила о том, что это хит нашей сцены, со спектаклем «Космос» в Йошкар-Аллу, фестиваль «Мост дружбы». Гастроли состоятся в конце ноября, и мы активно к ним готовимся. На ноябре у вас действительно очень много планов. Очень много событий, да. Будем готовить весь октябрь, и ноябрь будем удивлять зрителя своего и за пределами нашей области. Труппа театральная выросла к этому сезону? Выросла. В течение сезона проходило очень много прослушиваний. Наш главный режиссер, наши мастера сцены встречались с артистами, которые подавали заявки на то, чтобы служить нашей труппе, и показывались, и хотели бы продолжать на нашей сцене свою творческую деятельность. Пока что в нашу труппу с этого сезона влился один ульяновский актер. Это Александр Лемехов. Многие его знают по спектаклю «Ван фанти рибль». Вот он начинает у нас, и у него уже, если говорить о дебюте именно на нашей сцене, он уже случился, потому что он вышел в эскизе во время режиссерской лаборатории на сцену. Владимир Александрович Золотарь дал ему такую пробную какую-то историю. Он очень замечательно справился с этой задачей. И буквально вчера вечером был принят еще один артист в нашу труппу, мастер сцены, артист более зрелого поколения, Александр Трапезников. Мы с ним еще не успели познакомиться близко, но, естественно, в начале сезона мы представим коллективу и публике, и, я думаю, увидим вскоре на сцене в работах. Да. И вот еще прочитала на вашем сайте, что в театре появились инициативные творческие группы. Мне никуда не девались. Кто за инициативные творческие группы? На самом деле в театре идет не только работа по выпуску спектакля, какой-то такой производственный процесс постоянный, идет некий еще творческий поиск. Мы уже говорили о режиссерских лабораториях, но есть и собственные актерские инициативы. Достаточно вспомнить спектакль «Восемь любящих женщин», который очень давно идет на нашей сцене. До сих пор зрители на него раскупают билеты, и он был создан просто по инициативе творческой группы актрис. Они решили так вот похулиганить немножечко, и это хулиганство с удовольствием смотрят ульяновские зрители уже на протяжении многих лет. А то, о чем вы говорите, это плоды прошлого сезона. Во-первых, закрыли мы сезон, ну это был такой постскриптум, так скажем, уже после официального закрытия. Актеры, которые еще работали, в это время на репетиции, в репетициях были заняты, ну было какое-то свободное творческое время, была идея, которая жгла их сердца, которая не давала им покоя, они очень давно о ней говорили, и все-таки это все собралось, случилось, случилось замечательно. Я говорю о творческой группе, арт-группе «Те, кому не лень». Так они сами себя обозначили, «Те, кому не лень». И они предложили руководителям нашим проект театрального квартирника. Было много разговоров, как его на самом деле назвать, фаешник или еще как-то. Вопрос остается открытым, мы принимаем от зрителей варианты названий. Ну вот «Квартирник» — это такая неформальная творческая встреча, театрально-музыкальный вечер, когда артисты вживую общаются со зрителями, поют им песни. На первый квартирник они предложили зрителям игру, задавайте вопросы, мы на них либо отвечаем, либо если не хочется ответить, или нечего ответить, или еще какие-то причины, поем песню. Ну такое вот желание или действие. И правда ли действие? Правда ли действие, да. Такая вот игра. И сложилась какая-то такая очень теплая атмосфера на этом. Квартирники и зрители, и наши артисты. В том квартирнике участвовали Оксана Романова, Денис Бухолов, Николай Авдеев, Александра Дыдычкина, и Юрий Ефремов, Кристина Каминская, и наши ульянские музыканты под руководством Алексея Кулика, который очень давно сотрудничает с нашим театром. Музыканты прекрасные, джазовые, разноплановые, талантливые выходят на сцену в наших спектаклях. Зрители имеют счастье слышать живую музыку во время спектакля, благодаря их таланту, благодаря их любви к театру. Вот это все сложилось в такой какой-то микс, очень интересный, яркий, и мы решили продолжить эту историю. Следующий квартирник будет собран в октябре, в пятницу, 13-го. И мы уже ждем... Это будет в фойе проходить, да? Да, это проходит в театральном фойе, мы ждем зрителей, билеты на сайте театра, всем рады, поговорим, будем говорить, петь и пить чай с печеньем. Даже чай будет? Ну как же, это же квартирник, это такая неформальная встреча, добрых друзей, старых театральных друзей. Еще одну... Да, да, я представляю, потому что она тоже у нас на слуху, и тоже была замечательная новость, связанная с этой творческой группой. На самом деле, творческих групп тогда образовалось несколько. Это было преддверие фестиваля лецедей 23-го года, и предварила его режиссерская лаборатория один на один. Один автор, один режиссер, один актер. Такая вот идея была у эксперимента по пьесе «Островского гроза». Группы из одного режиссера и одного актера представляли такие небольшие моноспектакли, так скажем. И вот одна из этих групп, которая в составе актрисы и режиссера Ольги Новицкой и актрисы Анны Дулебовой представила интереснейший проект. Вербатим, они создали свой эскиз в технике Вербатим, собирали интервью у учеников разного возраста. Там были совсем малыши, там были старшие классы. Давали почитать пьесу «Гроза» или пересказывали, если совсем младше возраст, пьесу «Гроза» и спрашивали мнение. И вот мнение детей, мнение школьников оказались настолько интересными, настолько необычными, при все это помножено на талант Анны Дулебовой и режиссерский, естественно, талант Ольги Новицкой. Она очень тонко ухватила вот эту органику какую-то, какую-то, так скажем, манеру говорения каждого из участников вот этих интервью. И все это передала, пересказала зрительному залу. Получилось очень любопытное действие. Прототипы, вот, собственно, дети, которые давали интервью, сидели в зрительном зале. И потом на обсуждение уже с восторгом говорили, слушайте, я увидела всех своих одноклассниц, и я себя узнала. Ну, в общем, в этом есть какая-то такая любопытная вещь. И девочкам не захотелось оставлять это просто опытом лабораторным, чтобы это осталось в прошлом. И они подали заявку с этим проектом в Союз театральных деятелей России. Отправили заявку на участие в творческой резиденции Щелыкова. Это музей-заповедник Островского, к юбилею Островского. Там собирали творцов разных планов, поскольку театр синтетическое искусство, тут тебе и декламации, и танец, и музыка, и, ну, собственно, актерское мастерство, как основа. И вот они в этой резиденции летом получили поддержку СТД, собственно, выиграли конкурсный отбор. И этим летом в Щелыково девочки дорабатывали свою идею в, ну, так скажем, намоленном месте, вместе с историей, вместе с памятью. Вернулись оттуда вдохновленные, заряженные, и планируют продолжить показывать этот эскиз, уже как спектакль доработанный, нашей аудитории, школьной, родительской, учительской, и вообще широкому зрителю. Да, узнать, вот, увидеть, точнее, грозу вот такой интерпретации. Да, это интересно, правда. Спасибо, Кира. Много всего будет в сезоне, мы ждем с нетерпением. Спасибо, до свидания. До свидания, уважаемые зрители. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова